Очередная неделя уходит в прошлое, а вот какие события останутся в истории, расскажу я, Евгений Симкин, и мои коллеги в центре внимания прямо сейчас. Замечательный сосед губернатора Пенинской области арестовали, Ивана Белозерцева подозревают во взяточничестве, а у него дома нашли полмиллиарда рублей. Как скандал в соседней области выглядит из Мордовии, и как наш регион несколько лет назад уже стал жертвой фармкомпании, в слишком тесных связях с которой подозревают экс-руководители Пензенской области. Палки в колеса или перестарались, Артем Сдунов устроил разнос собственному аппарату, чиновники Белого дома пытаются дискредитировать кадровый конкурс «Моя Мордовия». Руководитель региона знает фамилии виноватых и готов к новым кадровым решениям. Кто же рискует потерять работу? Весне дорогу в Ромоданском районе Аграрии готовится к новому сезону. У них на неделе побывал Артем Сдунов, куда еще заехал в Рио главы Мордовии, в центре внимания. Весеннее обострение. Руководитель общественной организации «Особые дети» Александр Артюхин оскорблял родителей, которые воспитывают инвалидов. Теперь его проверит Следственный комитет и прокуратура. Сможет ли он серьезным людям в погонах объяснить, куда уходят деньги, не прибегая к непечатным формулировкам? Мир не рухнул, но изменился до неузнаваемости. Год назад мы все ушли на месяц выходных, а в Мордовии нашли первых пациентов с диагнозом COVID-19. Как пережили этот год страны и республика, и как страх сменился надеждой. Год пандемии в воспоминаниях главных героев борьбы с вирусом. В России меняют правила экзамена на права, справятся ли с новым вызовом ГИБДД Мордовии. Успеть за неделю, что должны срочно придумать местные гаишники, чтобы не провалить федеральную инициативу. Риски и прогнозы прочитаем вместе. Воскресенье начинается в среду. На неделе на сцене Республиканского дворца культуры выступила легендарная группа. Эксклюзивное интервью со звездами советского еще рока. В конце выпуска арест Ивана Белозерцева в своей неповторимой манере оценит мастер иронической поэзии Сергей Белоключевский. В соседней с нами Пензенской области неделю назад арестовали губернатора. Ивана Белозерцева в сентябре только-только переизбрали на новый срок, но вот доработать до конца ему было уже не суждено. Теперь уже бывшего руководителя 58-го региона подозревают в получении взятки от бизнесмена Бориса Шпигеля. Фармацевтический магнат за миллионы получал в области очень хорошие контракты. Фигура Шпигеля в этом деле похожа на самом деле основная. Его задержания и аресты случились параллельно с Белозерцевскими. Компания Биотек того самого Шпигеля успела попасть в скандал и в Мордовии. Несколько лет назад наши диабетики жаловались на перебой с поставками нужных им препаратов. Адвокат Ивана Белозерцева тем временем добивается хотя бы домашнего ареста. СИЗО бывшему губернатору показалось жестковатым. Юлия Парунова изучила громкое дело и вникла в историю вопроса. Сотни тысяч рублей ассигнациями, аккуратно разложенные по всем горизонтальным поверхностям в доме теперь уже бывшего пензенского губернатора Белозерцева. Утро для Ивана Александровича началось не с кофе. Впрочем, это событие стало шоком не только для губернатора, но и для жителей области. Вон он. Да, да, Белозерцев. Твою мать. 21 марта Ивана Белозерцева доставили самолетом в Москву, из аэропорта в Лефортово, а оттуда в Басманный суд. Суд принял решение, что под домашним арестом Ивану Александровичу будет слишком просторно и отправил его в следственный изолятор. Откуда Белозерцев успел сообщить, что виновным себя не считает, взяток машинами и бригетами не берет, а полмиллиарда наличности он накопил самостоятельно. Впрочем, даже эти заявления не помогли. 23 числа Владимир Путин отправил Ивана Белозерцева в отставку в связи с утратой доверия. Отрешить Белозерцева Ивана Александровича от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия президента Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. Губернатора подозревают в особо крупном взяточничестве. По мнению следователя СКР, он получил от бывшего пензенского сенатора, главы группы фармацевтических компаний Биотек Бориса Шпигеля, взятку наличными, часами и автомобилем Мерседес на сумму больше 31 миллиона рублей. Взамен Биотек получил право на вкусные госконтракты. За незаконное вознаграждение губернатор обеспечивал взяткодателям конкурентные преимущества при заключении государственных контрактов. Предметом этих контрактов были услуги по приемке, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области. Уже в следственном изоляторе второй подозреваемый Борис Шпигель рассказал, что не дает взятки губернаторам часами за 6 миллионов рублей. Это был новогодний подарок. На Новый год я получил от губернатора Блазерцева подарок – корзинку с фруктами. Это был такой чисто символический новогодний подарок. Мне стало неудобно, что я его не поздравил. У меня ничего не было приготовлено, и я, честно говоря, взял часы из своей коллекции и послал ему. Я коллекционирую часы, и у меня они были. Это не самые дорогие, не самые хорошие часы. Я их купил еще в 2001 году. Я с водителем отправил эти часы в подарок. Он потом мне позвонил и говорит, что это очень дорогие часы. Он не может принять их и хочет вернуть их. Но я уехал в Израиль на лечение, и мы так и не встретились. Мордовия и Пензенская область давно и ревниво следили за успехами и провалами друг друга. Когда у Мордовии дела шли слишком хорошо, бдительные соседи не забывали жаловаться, куда следует, на такую энергичность. Приезжали с незапланированными визитами, чтобы посмотреть на мордовские поля, сравнить со своими и поругать своих аграриев. После 2012 года, когда 13-й регион начал сдавать позиции, отношения сторон смягчились. А Иван Белозерцев даже приезжал на инаугурацию второго главы Мордовии. Мы, пензенцы, всегда внимательно наблюдаем, как развивается Мордовия, какие у вас экономические показатели, какие вы кластеры создаете, кто из инвесторов к вам приходит. Напомним, в 2018-м Биотек получал госконтракты на поставку лекарств и медпрепаратов и в Мордовию. Возможно, это совпадение, но тогда в республике случился инсулиновый кризис. Десятый канал показывал историю Виктора Макушкина, который никак не мог найти в государственных аптеках нужные при диабете лекарства. Они малоэффективны. На них у некоторых может быть, допустим, какая-то реакция, аллергия. Ну, уровень сахара, допустим, в крови, он не понижался. То есть, допустим, я поставил инсулин, уровень сахара мог быть на том же уровне. То есть, маленечко мог упасть, но неэффективно действовал препарат. Даже в 2021 году компания Бориса Шпигеля оставалась основным поставщиком лекарств в больнице Мордовии. Пензенское правительство после указа об отрешении господина Белозерцева отправилось в отставку. Министры пока продолжают работать в статусе временно исполняющих обязанностей. А жители Пензенской области подсчитывают, во сколько им обошелся дорогой Иван Александрович. За время его правления население области сократилось на 5 с лишним процентов. Рождаемость снизилась на 32 процента. Смертность выросла на 17,6 процента. В Пензенской области уже назначены новые выборы. Они пройдут в сентябре 2021 года, как и в Мордовии. Наиболее вероятный преемник – Олег Мельниченко, сенатор от Пензенской области. Юлия Пырнова, Павел Толобаев. Программа «В центре внимания». В пятницу Артем Сдунов вышел на прямую связь с Владимиром Путиным. Все случилось на заседании наблюдательного совета платформы «Россия. Страна возможностей». Как раз на базе этой платформы в Мордовии прямо сейчас идет кадровый конкурс. Подробнее о нем президент узнал от времени исполняющей обязанности главы региона. Одна из задач проекта – вернуть к нам тех, кто уехал в поисках лучшей жизни. Мы сейчас собираем их, сделали такой клич, для кого является Мордовия малой родиной. И за три недели этого конкурса, который мы организуем как раз на платформе «Россия. Страна возможностей», уже у нас 5000 заявок, 46 регионов принимают участие. Для нас очень важно. Я считаю, что мы наработали очень важную технологию, которая позволяет сейчас регионам, особенно тем, которые требуют преобразования, привлекать кадры. И с этого надо начинать. Артем Сдунов поблагодарил Владимира Путина за поддержку, которую президент оказывает проектом, подобным тому, что реализуется в нашей республике. Это кадровый конкурс «Моя Мордовия». Глава государства о нашем регионе отозвался очень тепло. Мордовия очень интересная республика, очень интересная. Это Поволжье, самый центр Поволжья, с такой интересной культурой, языком, с историей. Это значимая часть России, значимая часть маконациональной России. И то, что вам удалось поработать в Татарстане и в Дагестане, тоже очень здорово. Владимир Путин приезжал в Мордовию семь раз, и каждый его визит имел для региона без привлечения историческое значение и в экономическом, и в социальном плане, и в том, что касается позиционирования республики на международной арене. И вот оказалось, что на фоне всего этого палки в колеса конкурсу, который проводит президентская платформа, вставляют некоторые чиновники, вы не поверите, Белого дома. В среду временно исполняющий обязанности главы региона заставил понервничать руководителя своей же администрации Андрея Богатого. Начиналось все довольно мирно. Артем Сдунов предложил подвести промежуточные итоги кадрового проекта. В нем зарегистрировались уже порядка 5000 участников. Цифра внушительная, тем более, что регистрация останется открытой до середины апреля. А вот дальше история заиграла новыми красками. Оказалось, что из аппарата главы региона в Министерство и Ведомство кто-то отправляет указание срочно и массово регистрироваться в конкурсе. Что это глупое желание выслужиться, надуть цифры, как это было принято при Волкове, или злонамеренная дискредитация проекта. Вопрос адресован как раз господину Богатову. Это он, тот самый Андрей Александрович. Александр Ильич, я обращаю ваше внимание. Это сотрудники администрации. Поступила информация уже подтвержденная, что директивно пытаются записывать туда сотрудников министерств. Я вам хочу сказать, мы в этом не нуждаемся. Дискредитировать мы не позволим эти вещи. Я сейчас внимательно посмотрю, кто этим занимается. Уже фамилия у меня есть, и соответствующие кадровые решения примут. А вас прошу, значит, навести порядок в администрации. Есть. Чтобы это больше не повторял. Все отозвать. Разнарядки пытаясь, значит, распространять. Не нужно нам этого. Возможные кадровые решения Артема Сдунова выглядят логично. Аппараты главы и правительство региона сейчас переживают процедуру слияния. Очевидно, что многие функции дублировались, и неизбежно появятся лишние сотрудники. Но и остальные, вроде бы не лишние, не могут чувствовать себя в полной безопасности. Артем Сдунов следует концепции, которую он озвучил еще в самом начале. Все зависит от готовности работать на республику. Авторы директив по конкурсу «Моя Мордовия» работают явно против региона. Лично мне особенно ценным представляется то, что Артем Сдунов об этой проблеме заявил публично. Можно же было наказать причастных кулуарно, а не выносить ссоры из коридоров власти, как это было принято при дорогом Владимире Дмитриевиче. Сейчас мы имеем дело с принципиально иным подходом. Республиканская власть демонстрирует открытость. Артем Сдунов таким образом получает себе в союзники самую главную политическую силу региона – его народ. А чиновникам в Белом доме стоит прислушаться и к своему непосредственному руководителю, да и просто повнимательнее послушать. Тик-так, этот обратный отсчет уже не остановить. Финал кадрового конкурса совсем рядом. И победить в нем привычными вам способами не выйдет. Вторник Артем Сдунов посвятил знакомству с Рамадановским районом. Руководитель региона побывал на нескольких сетьхозпредприятиях, крупнейшие из которых – МАПО и компания. Также он взял внимание объектам социальной сферы, осмотрел и промышленные предприятия. На заводе Рамаданова «Сахар» например, он посетил склад готовой продукции и стоянку, где готовят к сезону свеклоуборочную технику. Репортаж Павла Степаненко. Товарищество на вере ООО МАПО и компания – одно из крупнейших сельхозпредприятий в Рамадановском районе. В его пользовании больше 12 тысяч гектаров сельхозугодий, почти 11 из которых – пашня. Хозяйство многоотраслевое. В растении водки ориентируются на зерновые, кормовые культуры и сахарную свеклу. Каждый пятый гектар здесь отводят именно под эту культуру. По линии животноводства МАПО и компания имеет статус племь-репродуктора по разведению двух пород крупного рогатого скота. Находится в государственном племенном реестре. Сейчас здесь содержат больше 4,5 тысяч голов КРС. Это 45% от всего поголовья района. Соразмерными цифрами выражается и вклад предприятия в общерайонный надой молока и производство мяса. Каналы реализации продукции здесь давно налажены и надежны. То, что выращивают растения и воды, идет на рамаданово сахар и птицефабрику «Атимарская». Продукцию животноводства перерабатывают на консервном заводе «Саранский» и в починках на масло-сыр заводе. Гарантированный сбыт, а также собственное кормопроизводство и развитая инфраструктура вместе со слаженной работой коллектива предприятий делают его стабильно рентабельным и уверенно развивающимся. Посетив машино-тракторный парк, хозяйство Артем Сдунов пообщался с механизаторами. Здесь у нас люди работают, содержим технику, условия работы. Вот здесь у нас тепло, в утром все заводят, выезжают на работе. Коллектив у нас очень хороший, есть молодежь, есть солидные ветераны. Технику содержат хорошо, знают, работать умеют. Условия работы как? Заработные платы, правильные? Нормально? Встраиваются. Жить можно? Жить нужно? О жизни техники и о ее продлении разговор зашел как бы сам собой. Артем Сдунов спрашивает у человека, работающего на земле, нужен ли авторизованный сервис. По КамАЗовской технике, по грузовой у нас есть необходимость все-таки такой сервисный центр сделать? Есть. Чтобы по капиталу, чтобы они не возили, да? У нас в основном техника грузовая в сельском хозяйстве – это КамАЗа. И в строительных организациях это тоже в основном КамАЗа. У нас очень мало импортной техники. Сейчас очень хорошие технологии по восстановлению техники. Доведение ее там 50-70%. Если будет хорошее предложение, мы никогда не откажемся от того, что на сегодня… Самое главное, чтобы был спрос на это. То ли на коленях ремонтировать, то ли отвез, быстро получил и поставил, и обратно есть. Что же касается весеннеполевых работ, Николай Ютяев уверенно докладывает – к выходу в поле готовы. Техника готова, люди тоже все есть. Так особо и нужны не это. Традиционно как работаем, так и работаем. Сколько средняя зарплата? Средняя зарплата – 30 900 рублей. А у рабочих? Средняя зарплата, да. У рабочих, да. У рабочих. На сегодня я хочу похвалиться даже. У нас одна ДРК в январе за что перевалила. С новым поколением мордовских аграриев Артем Сдунов встретился в Малых Березниках, где расположен Центр практического обучения специалистов сельского хозяйства. На базе его отделения молочного скотоводства как раз проходят практику студенты Краснослободского аграрного колледжа. Базным предприятием, где студенты проходят практическое обучение, является Макулка. Также пациентское фермерское хозяйство, где организована роботизированная ферма. Студенты непосредственно в собственном опыте получают возможность обучиться, произвести определенные манипуляции и уже более подготовленными выходят. За круглым столом разговаривали о том, что будет после окончания учебы. Вот Владимир Сидоров рассказывает, как на порядок увеличить стипендию, да еще и гарантированным первым рабочим местом обзавестись. Учебное заведение, вы студент, фельдфостоваропроизводитель Министерства сельского хозяйства. Четыре человека заключают договор, четыре стороны. И вы будете получать государственную поддержку. Эту стипендию 3000 рублей дополнительно. 2000 рублей техникум колледжа. И по окончании вы будете получать 70 тысяч подъемных, три года подряд в январе месяце. И доплата 6000 к зарплате ежемесячно за счет бюджета Республики Мордовия. При условии, что вы в хозяйстве отработаете не менее пяти лет. Да, это после окончания учебы. А это уже другое село Белозерье. Те, кто не знает, наверное, и не поверят. Но продукт, который производят здесь, может и не главная, но очень весомая статья мордовского экспорта. Кусочек Европы в самом Белозерье – новый детский сад. Объект стоимостью 161 миллион рублей ввели в строй чуть больше, чем за год. Начали строить в 2019-м, открыли в декабре 2020-го. Учреждение рассчитано на 160 мест, сейчас из них занято уже три четверти. Здесь же, в детском саду, руководитель региона встретился с Белозерской общественностью. В ходе разговора жители села озвучили один из самых больных из волнующих их вопросов. Местная школа работает в две смены, а это не устраивает ни педагогов, ни учеников, ни их родителей. Вариант решения проблемы – расширение существующего здания школы. Новый корпус, который к нему собираются пристроить, сделает учебный процесс более комфортным. Сейчас на территории республики двухсмертный режим обучения. Там, где нельзя решить за счет внутренних ресурсов, осталось два у нас в крупных объектах. Это село Белозерье, у них действительно 320 проектная мощность, за 400 человек учится. То есть технологически детей возить в другую школу – это неэффективно. Завод Ромоданова «Сахар» – единственное в регионе предприятие, занимающееся переработкой сахарной свеклы. Но не только ей. Ставка на эффективность и повышение рентабельности подталкивают к более тесному сотрудничеству с поставщиками сырья, хозяйствами, которые выращивают сахарную свеклу. Мы обеспечиваем сейчас сырьевиков семенами, гербицидами, удобрениями, как аванс, даем стартово. И начинаем контролировать, кто когда сеет. Чтобы, допустим, ранисев, который свеклу, позднее копать, чтобы максимально использовать вегетационный период. И поэтому было тогда принято решение, что взять это на контроль завода, копку, погрузку, вывоз. Вот это вся логистика. И поэтому были вынуждены вот это хозяйство создать здесь. И не было это хозяйство. Здесь у нас 26 комбайн и 7 погрузчиков. Это примерно один комбайн копает в среднем тысячи гектаров в сезон. Один. На этот сезон уже есть абсолютно конкретные планы. Площади под свеклой увеличатся, а значит и выработка главного продукта – сахара. У нас в прошлом году было 18700 гектаров. В этом году где-то на 18% больше, 22 тысячи гектаров в этом году будем, скажем, сеять. То есть в планах мы готовим сейчас. Уже проавансируем практически на 100% удобрениями всеми, кто, допустим, какие удобрения заказывает. И контрактуем сейчас семена. Вот в конце этого месяца уже придут семена, и у нас где-то 65% уже будет готов с точки зрения семян посеву. Павел Степаненко, программа «В центре внимания». Дикой истории из общественной организации «Особые дети», которая была призвана помогать семьям с детьми-инвалидами. В центре внимания оказался руководитель Александр Артюхин. Когда родители задали ему простые вопросы, куда уходят деньги и как он выбирает, кому помогать, в ответ получили гигантскую порцию оскорблений и угроз. Конфликт, что вызревал полтора года, только сейчас выплются наружу. Делом заинтересовались сотрудники Следственного комитета. Артюхина проверяют на предмет экономической составляющей, а прокуроры займутся оскорблениями и угрозами. Их Артюхин сыпал очень щедро. Досталась и Людмиле Кусеровой. Она готова рассказать одну из самых безумных историй в нашем эфире. Голосовое сообщение с угрозами пришло маме ребенка-инвалида от председателя общества «Особые дети», в котором числится 300 человек с диагнозами аутизм, ДЦП и синдром Дауна. Разозлился руководитель из-за того, что женщина осмелилась вынести ссор из благотворительной избы. Рассказала всем, как Александр Артюхин оскорбляет детей и унижает родителей, которые хотят знать, куда уходит спонсорская помощь. Был задан вопрос, а сколько было выделено помощи. Вот последний раз было 20 числа. Приглашал он за помощью. Сначала составлялись списки. Мы составили списки на выделение помощи. Но потом получилось так, что ему показалось, что на эту помощь претендует очень много человек. Там порядка 70 человек записалось уже. И он написал, что так, все, у вас слишком много, давайте я эту помощь отвезу в Темняковский дом-интернат. Я говорю, а почему вы решаете самолично вот такие вопросы? Ну и вот тут у нас уже все понеслось. Сначала была переписка с оскорблениями в общем чате, потом председатель перешел на личности. Дело в том, что особые дети – общественная некоммерческая организация, у которой нет своих денег. Зато есть добрые люди. Они бесплатно помогают продуктами, организовывают экскурсии, спонсируют мероприятия. Так все и было в начале, рассказывают родители детей-инвалидов. Но года полтора назад Александр Артюхин изменился. Перестал отчитываться, начал избирательно относиться к подопечным, стал единолично решать, кому подарки нужны, а кому нет. Любопытным грубил, настойчивых отправлял в черный список. В результате члены общества перестали понимать, кто кому сколько и чего выделяет. Кто-то говорил, что даже выделялась денежная помощь с епархией. Я не знаю, это правда была или нет. И вроде говорят, что эти деньги тоже неизвестно где осели. Не дошли они ни до кого, не знаю, голосовывать не могу, но вот такое вот было. То есть помощь, она, ну, есть, да. Люди же верят, что это на самом деле доходит до детей. Они помогают, пускай немножко, но помогают. Но я не могу сказать, что-то, все ли доходит, да, все ли доходит до детей. Либо что-то там остается у нашего председателя. Неудобные вопросы разгневали Александра Артюхина. Оскорбления и угрозы переполнили чашу терпения родителей. Так началась история большого скандала вокруг добрых дел. Давай я тебе так еще покажу. Так Александр Артюхин встретил журналистов в своем доме-офисе Евсевьева, 32, юридический адрес общества «Особые дети». Оказалось, что именно здесь и часто в таком же виде председатель принимает просителей и раздает благотворительную помощь. А вот он же чуть позже уже в одежде пытался объяснить, что никого оскорблять не хотел. Но что-то снова пошло не так. Так только может себя вести дебильная идиотка с синдромом Дауна, у которой психически ненормальные, с отклонениями. Александр Артюхин, судя по его страничке в соцсетях, фигура противоречивая. Верит в Бога, не брезгует черной магией, интересуется запретной любовью и пейзажами. Есть жена и дети, но портрет образцового семьянина, по слухам, не мешает ему рассылать родителям своих подопечных фотографии интимного характера. В 2013-м Александр Артюхин организовал общество, чтобы бороться за права детей с особенностями развития. Но сам теперь раздражается, что они каждую неделю ходят в театры. Им делать нечего, вот они театралы, понимаете, они театралы. Но когда здоровые дети, 90% зала заполнены здоровыми детьми, родителями, и когда смотрят на синдромом Дауна детей, которые все на одно лицо и говорят мне непонятно ни о чем, и, короче, я с такими недостатками, этим родителям, нормальным родителям, не нравится, понимаешь, а этим им не объяснить. Они каждую неделю, каждую неделю, каждую неделю, я могу пофамильно сказать, кто, каждую неделю во все театры ходят с своими детьми. Понимает ли Александр Артюхин, что призывает к дискриминации детей-инвалидов? За 8 лет существования организации существенных действий по защите прав особенных детей не было, говорят родители. Сейчас Александр Артюхин предъявляет им неуплату членских взносов, а существование которых до сих пор никто не знал. Об этом он никого не оповещал, о членских взносах. Нам было выделено еще... Небольшое здание, это на проспекте Ленина, там квадратов 12, небольшая комната, там нужно платить за отопление, он все время об этом говорил, что нужно платить за отопление, нужна отчетная документация, которая сдается этим обществом. В общем, вот эти деньги. Мы собирали ему эти деньги. Никогда никаких претензий не было, и оповещение о том, что нужно собирать на членский взнос. Эта история всплыла только тогда, когда вот он уже, в общем, вот эта ситуация с помощью возникла. И вот он это считает основанием для удаления из общества особые дети. Родители уже обратились в прокуратуру с просьбой защитить их. От такого председателя не исключают, что от угроз на словах он скоро перейдет к активным противозаконным действиям. Вопрос о смене власти в обществе особые дети уже не обсуждается. Единогласно «за» голосуют практически все члены организации. Но Александр Артюхин не намерен ни сдаваться, ни помогать. Меня обвинять в коррупции или еще в чем-то, это бессмысленно и бесполезно, это глупо. А какую они хотят поддержку? Есть у нас Министерство социальной защиты. Это Китова-133. Они получают пенсию на каждого ребенка, плюс пособие на содержание, что они не работают. Итого у них получается в районе 20 тысяч рублей. Ежемесячно на двух человек, на ребенка и на взрослого человека. Деятельностью и личностью Александра Артюхина уже заинтересовался Следственный комитет республики. А вот в Министерстве социальной защиты населения признались, что с этим человеком ничего сделать не могут. Чиновники советовали ему зарегистрировать общество в реестре социальных услуг, чтобы потом иметь право на федеральные гранты и субсидии. Но Александр Артюхин категорически отказался. То ли из-за обязательной отчетности, то ли по каким-то другим причинам. Но в результате председатель почти превратил общество «Особые дети» в бессмысленную организацию, из которой бегут подальше те, кто реально нуждается в помощи и поддержке. Людмила Кусерова, Александр Зюзяев, Константин Соколов, Игорь Гангаев. Программа «В центре внимания». Ровно год назад, 27 марта 2020 года, первый раз в Мордовии диагностировали COVID-19. Это были двое туристов, что вернулись из Европы. На тот момент уже было известно о первой неделе выходных. По большому счету, больше ничего и не было понятно. Тогда казалось, ну посидим недельку по домам, да и закончится это все. Это все продолжается до сих пор. Неделя выходных тогда превратилась в месяц. А пандемия, да кто же знает, насколько она растянется. От коронавируса мир, конечно же, не рухнул, но он изменился местами до неузнаваемости. Помните, когда периодически вспыхивал птичий грипп в странах Азии? И нам немного странно, странными казались кадры из того же Китая с людьми в масках и респираторах. Ну а теперь это норма и нашей жизни. Ну опять же, как норма? Многие вежливо обозначают присутствие маски на подбородке, типа «Да, чувак, я уважаю правила, вот она моя маска». Так или иначе, это первый осязаемый, в том числе и лицом, итог пандемии. Год назад мы шарахались от скорых, которые мчались по улицам с мигалками или стояли у соседнего и тогда думали, хорошо, что не около моего подъезда. А сегодня провожаем их равнодушным взглядом. Ну едет она и едет. И в магазины отправляли тех, у кого меньше всего хронических болезней. Ну или кого меньше всего было жалко. А встречали, как космонавта с другой опасной планеты, обильно поливая антисептиком. Мы почти отказались от наличных денег и перешли на карты или вовсе оплату смартфонам. В рост пошли и дистанционные сервисы доставки готовых блюд и продуктов из супермаркетов. И вот эти привычки, я думаю, останутся с нами уже навсегда. Удаленка – еще один признак изменившегося мира. Мы с удивлением узнали, что очень многие могут работать вообще без офиса. И если в апреле удаленка была таким испытанием, то к осени стало понятно. Для многих профессий работа из дома – это норма жизни. Пандемия разделила мир на отдельные закрытые государства, и эта герметичность пока сохраняется. Границы, конечно, приоткрывают, но процесс очень уж медленный. А помните, какой проблемой прошлой весной были даже поездки в соседний регион? Новости того апреля повергали в отчаяние. Но такова человеческая природа, что мы так или иначе привыкаем ко всему. Новости этой весны все же дарят нам осторожную надежду, что все вместе мы победим коронавирус и рано или поздно сбросим маски. Но прежними уже никогда не станем. Светлана Лашина о том, каким был первый год пандемии. Ровно год назад первым ковид-госпиталем стала инфекционная больница, медучреждение, профильная. Тогда на больничную койку попадали даже люди с подозрением на коронавирус. Никто не мог даже предположить, что этих самых коек совсем скоро перестанет хватать. Первоначально, на начальном этапе в Минздравом России до нас была установка, развернули 395 койк из расчета на 5 койки на 1000 человек населения. Но к концу апреля мы уже понимали, что этого коечного фонда недостаточно для оказания помощи пациентам нашей республики. И поэтому в период первой волны нам пришлось развернуть 1957 коек. А к осени оказалось, что и этого мало. Это сейчас больницы медленно, но верно выходят из списка ковид-госпиталей. Возвращаются к оказанию профильной медицинской помощи. В пик пандемии в Мордовии пришлось открыть 17 медучреждений для больных коронавирусом. Когда пришел приказ переоборудования на офтологической больнице под ковидный госпиталь, больница перепрофилировалась за двое суток. То есть мы через двое суток уже были готовы принимать и начали принимать пациентов, прожженных ковид-19. В первую волну на перепрофилирование уходило 5-7 дней. Новый и неизвестный вирус воспринимался как что-то мифическое. Даже специалисты удивлялись тем рекомендациям, что с первого дня давал Федеральный Минздрав. Вначале мы очень удивились, что были поставлены высокие требования к этому вирусу как второй группе патогенности. То есть это особо опасная инфекция. Вроде бы с одной стороны это респираторная инфекция, и в то же время как грипп, третий групп патогенности. А здесь сразу был поставлен такой уровень высокий. И требования, соответственно, были, чтобы введение противочумных костюмов, вот эти все обязательные там респираторы. Мы к этому начали скептически отнеслись, что а надо ли это вообще. Оказалось, надо. Не только в красных зонах, но и на вызовах по скорой. Спецавтомобили с одетыми в противочумные костюмы врачами только первое время удивляли всех вокруг. Потом все словно смирились и даже поверили в существование инфекции. Впервые в нашу жизнь вошло понятие «индекс самоизоляции». И город как будто вымер. Да и жизнь замерла. Локдаун, который был введен в марте, он, конечно, эффект свой дал. Тогда было необходимо. Даже знаете почему? Мы не знали вообще, что это за вирус тогда. Было время, конечно, очень удивительное, опасное и страшное, потому что вирус пришел, вирус совершенно неизвестен. Мы пользовались теми данными, которые уже были наработаны в Китае, где-то в центральных наших регионах, в Москве. А у нас ни практики, ни опыта работы с ним. Практики стало, хоть отбавляя во вторую волну, больницы буквально трещали по швам от наплыва пациентов. В Мордовии под лечение коронавируса развернули 2720 коек. Это почти треть от всего коечного фонда республики. Не хватало кадров, создавали резерв и привлекали преподавателей и студентов медвузов, волонтеров. Учились работать в новых условиях. Сложно было нашим коллегам с районов, которые приезжали в городской округ Саранск, отрыв от семей на длительное время, по нескольку месяцов. Это вахтовый метод работы. Все это, конечно, накладывали серьезный моральный отпечаток на медицинских работников. Но, тем не менее, в сплоченной работе нам удалось сделать все для того, чтобы, по крайней мере, достойно справиться с пандемией. Это только промежуточные итоги. За год в Мордовии переболели ковидом почти 17 тысяч человек. Умерло 197. Санитарные потери – 35 медицинских работников. И говорить о счастливом финале пока рано. Коек меньше, но инфекция выбирает в основном пожилых и протекает болезнь. Тяжело. На фоне Европы все неминуемо ждут следующего подъема заболеваемости. Но у нас, говорят специалисты, есть все, чтобы этого не допустить. Да, на сегодняшний момент основные ключевые позиции, они отработаны по лекарственной терапии данного заболевания. Лекарственные препараты, они есть у нас и в стационарном лечении, и на аблаторном этапе. И причем на аблаторном этапе они предоставляются пациентам бесплатно. В настоящее время по тем основным группам, которые, скажем так, являются самыми ключевыми в лечении коронавирусной инфекции. Новое время новые таблетки посыпались с конвейера фармпроизводства прямо в Саранске. А в федеральных центрах ученые уже разрабатывали вакцину. На нее только осторожно надеялись и тихо говорили в начале пандемии специалисты. Сейчас ставят задачу привить 60% взрослого населения страны уже к лету. Все зависит от темпов производства, но их наращивают. Мы планируем плюсом открыть еще дополнительно 18 пунктов. То есть обеспечить количество стационарных пунктов будет 60. Этим количеством, ну, это не максимальное количество, которое мы можем открыть, но этим количеством плюс мобильным мы сможем обеспечить уровень вакцинации к тому времени, которому нам поставлены задачи привить наше население. Буквально в пятницу в Мордовию поступил свежий транш препарата «Спутник Ви». Это 4400 доз. В общей сложности республика получила больше 54 тысяч комплектов вакцины. И это шаг к тому, чтобы не допустить новый всплеск инфекции и, наконец-то, забыть о масках и перчатках. Хотя, возможно ли это забыть? Светлана Малашина, Александр Зюзяев, Павел Талабаев, Константин Соколов, Андрей Просверкин. Программа «В центре внимания». В четверг в России экзамены на права будут принимать по новым правилам. Говорят, что крутиться на автодроме уже не надо будет. Все в живом потоке на улице. Или все же надо. Наши собеседники в автошколах сомневаются, что прямо 1 апреля все привычные упражнения с площадки получится перенести в город. Речь идет, конечно, о Мордовии. Автоинструкторы видят пока три варианта. Первый – это если получится создать абсолютно новые маршруты. Выбрать дороги, где есть возможность выполнить все экзаменационные требования. И, как вариант, это часть юг-западного шоссе от улицы Победы до поворота на городское кладбище. Там и чудеса парковки можно продемонстрировать, и левые повороты, да и много чего еще. Вариант маловероятный. Есть второй – изменить существующие маршруты. Сейчас в Саранске практические экзамены на права принимают по трем направлениям. Все они на светотехстроя. Добавить все обязательные по регламенту экзаменационные элементы можно и в них, но для этого надо потратить время и продумать места для проверки конкретных навыков. Третий вариант. Если места для показательных выступлений в полном объеме не найдут, то есть шанс, что проверять их будут все же по старинке, на закрытой площадке. Все это зависит от решения региональной госавтоинспекции, но ведомство собирается хранить молчание вплоть до 1 апреля, пока новый регламент не вступит в законную силу. Так что, как оно все будет выглядеть на практике, станет большим сюрпризом для многих. И еще одно важное изменение в правилах сдачи экзаменов на права. Теперь в городе рядом с курсантом будет сидеть не инструктор, а экзаменатор, то есть инспектор ГИБДД. Смотреть, писать, если умеет, конечно, и в случае чего, может быть, успеет даже нажать дублирующий тормоз. Не много ли для одного человека? Кстати, в автошколах отмечают, что вопрос ответственности и покрытия ущерба в случае ДТП при сдаче экзаменов по новому регламенту пока повис в воздухе. Ну что ж, в этом тоже нет ничего удивительного. Госавтоинспекция Мордовии не в первый раз поражает чудесами логической мысли и здравого смысла. И не в последний. Воскресенье начинается в среду. На неделе в Саранске для ценителей хорошей музыки участники легендарной рок-группы Алексей Романов и Алексей Коробков исполнили свои лучшие песни. Особенно бурными овациями зрители встречали нестареющие хиты «Снилось мне», «По дороге разочарований» и «Кто виноват». Эксклюзивное интервью с лидером группы «Воскресенье» Алексеем Романовым в репортаже Людмила Чекал. В столице Мордовии воскресенье в среду вечером. Саранские зрители пришли в Республиканский дворец культуры, чтобы услышать нестареющие хиты легендарной рок-группы. Саранск стал четвертым городом гастрольного тура по России. Далее в концертном графике Новосибирск, Томск, почти 20 городов. Завершающим 1 апреля станет Владивосток. Добрый вечер! Спасибо, что пришли. Мы засиделись тоже ужасно, соскучились. Наконец-то нас потихонечку выпускают друг на друга посмотреть. В зале, конечно, все сидели в масках и на почтительном расстоянии. Алексей Романов, лидер воскресенья с самого его основания, автор и исполнитель большинства песен группы, признался, что давно не выезжал на гастроли. И вместе с ударником Алексеем Коробковым, который играет в группе с 2003-го, они решили напомнить о себе после продолжительного перерыва, который, как и у всех музыкантов, затянулся практически на весь 2020-й. Мой год, может быть, даже немножко больше, просто без работы сидели. У нас было два концерта в Москве, таких вот с группы «Воскресенье» больших. Ну и, собственно, на этом все. И тут вот вспоминаются молодежные времена, когда мы ездили прям по полтора месяца. Сейчас у нас будет заезд что-то 18 дней. Я в легкой панике, честно говоря. В Саранск они приехали из Ульяновска. Жаль, с той стороны на въезде в столицу Мордовии нет стеллы с названием города. Музыкантам пришлось искать ее в другом месте, чтобы не нарушать сложившуюся традицию. У нас возник обычай в каждом городе перед началом концерта, ну или в крайнем случае по окончанию, на въездной стелле делаем групповую вход. Весь концерт два Алексея сыграли дуэтом. Это не помешало им выдавать качественный живой звук и неподражаемое исполнение любимых песен. Спел Алексей Романов и свою знаменитую «Снилось мне», которую раньше пел Андрей Сапунов, экс-вокалиста группы не стало в декабре 2020-го. Но он остался в памяти друзей и поклонников. И в своих песнях. «Звон» – это Андрюшкина песня, лучше его никто не споет. Лариса Долина пела гениально, но так я не сумею. Не хватает его, да? Ну что вы, конечно. Группа «Воскресенье» образовалась в 1979-м. Их первый альбом, записанный на бобинах, быстро разлетелся по стране и сразу стал всенародно любимым. Вместе с Алексеем Романовым и Андреем Сапуновым в разные годы играли и Евгений Маргулис, и Константин Никольский, правда, недолго. Коллектив несколько раз распадался и возрождался заново. Настоящее «Воскресенье» группы после 12-летнего перерыва произошло в 1994-м. На концерте в Саранске звучали проверенные временем песни. Именно такой фразой Алексей заменил бы указанные в афише слова «мега-хиты». Но спорить с менеджерами не стал. Им виднее, что сейчас модно. Смешное слово, ужасное, правда? То есть не вы его придумали? Нет, не я. Я попытался выступить, но меня ласково осадили, сказали, что это нормально. То есть это в современных тенденциях? Ну, наверное, наверное. В общем, на хайпе уедем. К понятию хайп со временем тоже привык, а вот чтобы приучить молодежь к качественной музыке, говорит, выход, наверное, один – запрещать ее. Советская молодежь, как известно, охотнее слушала именно запрещенные в Союзе песни. Очень просто. Надо нас запретить. Они тут же начнут нас слушать. Правда, песни «Воскресенье» не запрещали даже в советские годы, хотя поначалу чиновники Росконцерта и пытались. Например, запретить депрессивную на их взгляд песню «Кто виноват, что ты устал?» Это они еще современных депрессивных мелодий не слышали. А тогда такой сочли даже оптимистичную композицию «Радуюсь». Радуюсь, еще осталось много Впереди счастливых долгих лет Солнцем освещена дорога И в конце дороги яркий снег Литературный редактор Росконцерта Во-первых, ей ужасно не нравилась песня «Радуюсь» еще осталось много, потому что она была женщина пожила, и там в конце дороги яркий свет ей уже мерещился вот этот туннель «Жизнь после жизни», это модная книга тогда была И она ужасно тревожилась от этой песни И «Кто виноват» ей почему-то тоже не нравилось Однажды я ей принес 11 вариантов текста Она когда сказала так «Пой ты, что хочешь» И отстала Отстала, наконец-то Ну просто поняла, что я лоялен, что я готов сотрудничать, но петь все равно буду по-своему Это теперь песня «Кто виноват» из первого альбома 79-го Поистине мега-хит Она занимает 9-е место в списке 100 лучших рок-композиций 20-го века И ее саранские зрители, конечно, услышали И песню «Когда ты смотришь на меня» Единственную, которую Романов посвятил своей жене И композицию «По дороге разочарования» в стиле регги И более свежей, но тоже уже ставшей классикой русского рока В Саранске воскресенье уже не в первый раз Алексей сразу заметил, как изменился город И пожелал столице Мордовии меняться только к лучшему Несколько новых мега-зданий И мега-стадион Который, по-моему, под большим вопросом Зачем он нужен тут Но дай бог пригодится Все-таки для занятий спортом А не для торговли турецкими шмотками Ну и сегодня такой весенний уже денек Мне просто радостно на душе Я думаю и вам всем, дорогие друзья Солнце – это прекрасно Желаю вам счастья, здоровья, солнечных дней Веселой музыки Любите друг друга И будьте счастливы Есть тихая радость И громкая грусть Попли и вздохи И самая лучшая песня Не спи, да еще Ну и пусть Людмила Чекал, Игорь Гангаев Программа «В центре внимания» Возвращаемся к главной теме выпуска Арест Ивана Белозерцева Вдохновил мастера иронической поэзии Сергея Белоключевского Кстати, маэстро с нашим телеканалом Сотрудничает уже который год В эфире прозвучали десятки басен Для тех, кто что-то пропустил Сергей Белоключевский Издал новую книгу В сборник «Каждой твари пахария» Вошли лучшие эфирные басни И те, которые еще никогда не звучали С экрана телевизора Издание можно найти в книжном мире На Советской площади Но прежде чем бежать в магазин Давайте оценим очередной шедевр Информационного стихосложения Хорошо у нас проходит чистка В старых губернаторских рядах В тех, кто мзду берет почти без риска И кому вообще неведом страх Кто привык не брать, а рвать и хапать Да не миллион, а миллиард Кто решил большие деньги цапать В смысле много больше, чем стандарт Но ведь президент наш Он же видит Всякий, даже мелкий беспредел И в любой, ну самой мерзкой гниде Суть ее давно уж разглядел Нынче, заострив свой взгляд на Пензе Путин из-под лобья, как всегда Зырк на Белозерцева в разрезе И на все плоды его труда И, конечно, вскрылись недостатки Куча неприглядного дерьма Ну и, безусловно, всплыли взятки И уже не скромные весьма Вот тогда Борис, который шпигель Тот, о ком в сечах идет скандал Здраво осознав свою погибель Тут же Белозерцева продал Сдал его со всеми потрохами На него свалив за все вину Да еще с подробными штрихами Ну и потащил с собой ко дну Люди говорят, мол, то, что нажил Белозерцев каторжным трудом Все сполна в казну обратно ляжет Плюс еще отнимут новый дом Ну а вот нельзя ли у мзду берущих Все миллиарды их конфисковать И всецело в фонд малоимущих Счетом подконтрольно отдавать Именно и только подконтрольно Чтобы неимущим на беду Кто-то не расслабился фривольно И не взял и тут с кого-то мзду Это все на сегодня Увидимся в следующую субботу Живите настоящим и не переключайтесь Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»